Приветствую вас и проблема, которую вы описываете, не является той, которую нужно лечить, лечат врачи. Наша проблема, о которой вы говорите, подлежит решению, ее можно решать. Я поясню вам, как это работает. Значит, декрастинация – это в первую очередь расстройство мотивации, то есть проблема мотивации. Это противоречие мотивации, то есть когда у человека возникает определенное состояние апатии. А апатия – это состояние, когда на человека действует в качестве разнополятных сил несколько мотивов или групп мотивов, которые его раздирают и за счет этого человек находится в апатии. Либо ситуация такова, что на человека оказывается воздействие интенсивное, жесткое, негативное, но человек не может ничего с этим воздействием поделать и тоже возникает состояние апатии. Вот. Это первое. Прекрастинация – это всегда проблема с смыслом. То есть если проблема мотивов, проблема мотивации – это проблема того, почему я это делаю, то проблема смыслов заключается в том, зачем я это делаю. То есть я это делаю, чтобы что. Вот чем четче человек формирует у себя понятие смыслов, тем лучше он понимает, зачем он это делает и нужно ли это ему вообще. И так или как с мотивами существуют смыслы иллюзорные, существуют смыслы истинные, и, в общем, за всем этим нужно разбираться, то есть понимать, зачем, зачем, почему и так далее. Следующая проблема прокрастинации заключается в том, что это расстройство внимания, а именно невозможность удержать в фокусе внимания необходимый предмет, и как результат фактор отвлечения, и как следствие простаивания работы, простаивания деятельности. Соответственно, в этом ключе можно говорить как о работе непосредственно со вниманием, здесь существует определенная методика, тренировка, я бы даже сказал, тренировка на удержание внимания, в ней нет ничего сложного, вы просто берете перед собой листочек, например, бумаги, стараетесь фокусировать на нем свое внимание, не пуская в голову сознание мысли ни о чем другом, хотя бы в течение трех или пяти секунд. И вот так мы тренируемся, держим свое внимание, найдем-то одно. Ну и, соответственно, более подробно разбирается фактор отвлечения. То есть, вы отвлекаетесь почему? Потому что вам не нравится то, что вы делаете, или вам привлекательное то, что вас отвлекает. Это вот такие довольно важные элементы, о которых вы сможете говорить. С этим тоже нужно разбираться. Насколько это подается в лечение? Ну, при желании работать, при активном участии в работе, при выполнении упражнений, о которых я говорил, и которые определенные психологические средства будут даны еще в процессе работы, довольно быстро. То есть, в принципе, по моему мнению, ну, два-три, может быть, сеанса, две-три консультации, в принципе, вполне достатком. Если расстройство мотивов довольно глубинно идет в детство и связано с более серьезными проблемами, то времени, соответственно, потребуется больше. Вот. То есть, насколько это подается лечение, настолько, насколько человек сам готов этим заниматься, а сколько на это надо времени, ну, здесь зависит от многих факторов. Я бы сказал, что если вот чисто проблема проконсультинации, ну, прямо если вот она при прочих равных условиях, решается она довольно быстро. По крайней мере, именно на консультацию времени много не понадобится. Но проблема в том, что проконсультинация очень часто бывает симптомом более глубинных проблем, ну, например, противоречия мотивов, это может быть противоречие, например, своих собственных мотивов, и силовисти, да, проблема смыслов, это проблема личностного роста, например, или эмоциональное выгоняние на работе, например, или некий кризис, или последствия, там, жизненных неудач, то есть последствия травм, или последствия неуверенности в себе, страха неудачи, такое тоже бывает. То есть проконсультинация в чистом виде, она не такая серьезная, на самом деле. Вообще, проконсультинация, проблема мотивации, связана с тем, что у человека очень много мотивов, и вот сложно выбрать что-то свое. В идеале достаточно просто побыть и носить наедине от собой, прислушиваться к себе, вспомнить свои ценности, и все. Но, как я вам не сказал, бывают различные отвлажняющие обстоятельства, и вот с ними, то есть с более глубинными проблемами, приходится работать дольше. Так что нельзя однажды сказать, сколько на это потребуется времени. Но я думаю, что все зависит от желания клиента, от желания ваших. Хотите работать только над прокрастинацией, 2-3 консультации, не более, вам этого будет достаточно, если вы только над ней хотите работать. Если же выяснится, что у вас другие проблемы, то тоже зависит от вашего желания. Кто-то может сказать, что нет, я не хочу работать над своими проблемами, я вот только вот, помогите мне с этим, и все, мне больше ничего не надо. Ну, а кто-то будет работать дальше. Кто-то это и все. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.